...нах которой обнаружился штаб интернационального региона, вооружённые группировки из числа иностранцев, появители которой известны своими издевательствами, над мирным населением и пленами. Былокоснеться украинцов, и украинцов, и украинцов, и украинцов, и украинцов, и украинцов. Кроме того, другой ракетный удар, на этот раз по Ябровскому военному полигону в его сходности, что расположен почти на границе с Польшей, разрушил планы Запада превратить этот объект в многофункциональную транспортную кампу по переброске иностранных наёмников для участия в боевых действиях на Украине. Занесён удар по учебным центрам вооруженности Украины, на герой пункте Старичи и на военном полигоне Говорок. Эти ракетные удары вызвали ещё и другой эффект. Вот, посмотрите, это французский наёмник Михаил. Он приехал на Украину зарабатывать деньги, убивая русских. А так, а в самом начале этого пусть и на Гавровске в полигоне произошла его стрелька не только с российскими войсками, а с российскими калибрами. И вот, что было дальше. Нашу базу, где мы подписали военный контракт с Украиной, только что уничтожили. Были сотни военных на этой базе, американцев. Сто процентов кто-то продал информацию о нашей базе. Теперь Михаил считает, что ему сильно поведло. Он больше не собирается участвовать в том, что происходит сегодня на Украине. Так же, как и другой бродитель и наёмник, которому посчастливилось выжить. Я не знаю, что сказать. С 15 со всего мира. Из Франции, со всей Европы, из Южной Каримии, Чили, Америки, Канады. Ребята, там весь мир, там 15 со всего мира. Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного, как самолёт стреляет по вам ракетами. Вы не можете этого понять. Всё кончено. Американский журналист Нолан Беттерсон отмечает, что из 200 привыкших на Украину иностранных наёмников, которые его окружали после ракетного удара, передумал воевать сразу 170. Однако даже для тех, кто передумал воевать, вернуться домой оказалось совсем непросто, потому что все за ней стояли на подряды. Вот, что рассказал американский наёмник. Мы были частью грузинского легиона 102-го воинской территориальной обороны. Наша база облажалась, соседняя с нами база облажалась. Американцы, десятки британцев были убиты. Когда они хотели отправить нас в Киев, мы сказали нет. И они сказали нам, что мы должны пойти, иначе они будут стрелять нам в спину. Мы многие из них понимают ситуацию на Украине, как садиться на фунголь. Пусть стрелять с садиками. Это нет. Это не все, что пираты. Какие республики могут появиться на месте Украины? Такие, собственно, государства долго не живут, но он проспал. Впервые детальный расклад по вероятным военным конфликтам. Будет ли в случае глобальной войны Курция выступать против России? И что тогда придает с НАТО на юго-восточном плане? Поздравляю, что имеется недоступление, отлично, восточный Сахара, и от Северок. Последние новости за 1 минута. Боевики Азов основные силы атаковали Мельбу, при прямых пожилом районе. И если на них на вторых снаряды падают рядом с домами, сельско, находятся в городе, перебечасы приполнены с перебежками. Через линейные поляки и посылки галки. Вот это двери с канала. Вот, что мы кладем. Наша темащая группа удалось подобраться к важнейшему для украинских военных рубежу. Уникальные кадры от Северок района, где в Северок районе телевизировали в Северок районе. В России в российских городах организовали колонну грузовиков, как водители, которые стоят из-за высотых треноток, и на пункты заплотировали дороги в Испании, Италии и Германии. В России в Гатон-Курске и Карентине, включив ДПС, но где делегатская страна не останется, и все благодаря расположению наших спутников. Подробные выпуски новостей на РЕН-ТВ, телеканале, и на пункт, и на пункт. Продолжение следует...